Доброе утро, дорогие коллеги. Я очень рада быть здесь. Я благодарна за такую честь, что меня пригласили выступить на этой конференции, хотя я сопротивлялась приезду, но все-таки я решилась. Спасибо. И воспоминания, которые меня охватило, пока я сидела, это было одно из моих интервью с тренинг-аналитиками иностранными, когда я пришла к ним в отель для того, чтобы представить свой случай. Один из них сказал мне, они старенькие оба были, я поел, а второй говорит, а я поспал. И Усков, который меня сопровождал, сказал, ну тебе повезло сегодня. Во время интервью, когда я говорила о своей пациентке, у меня была такая метафора, что она представляется как глиняный мальчик из такой русской народной сказки. Как дед с бабой сделали глиняного мальчика, он открыл свой рот и сказал, есть хочу. Они его кормили, кормили, он съел всех и вся, что было в этой деревне, бабку с дедами, все в конце концов, пока не встретил козу, который говорит, ну ты встань так, я и рот открою, я разбегусь и прыгну тебе в рот. В результате она рогами разбила его пузо и все оттуда вышли живые и здоровые. На что Фрегенхаймер сказал мне, вот, конечно, такая задача у нас с вами вообще тяжелая. С одной стороны, не дать себя сожрать пациенту, а с другой стороны, не превратиться в такую козу, которая может вот таким образом ранить пациента. Поэтому мне кажется, что это обращение к литературному творчеству, это большой соблазн был. Я пыталась от этого уйти в своем сообщении, но так до конца мне не удалось. Ну, в общем, как удалось. В своей работе я хотела бы обратиться к основополагающим вопросам, которые волнуют специалистов, занимающихся образованием детей и подростков. Что способствует обучению, что препятствует ему, в какой степени трудности в обучении являются эмоционально обусловленными, а в какой степени они вызваны внешними обстоятельствами. Почему одни предметы даются детям труднее, чем другие? И главный вопрос, который я хочу рассмотреть, что в первую очередь заставляет детей хотеть учиться? Поговорить об этом я пришла не одна, а в очень живой и интересной компании. Скорее, моя работа – это рассказ о том, как эти большие аналитики и терапевты думали о проблемах обучения. Мелани Кляйн, Бион, Роджер Манникерл не нуждаются в представлении. О Хэммише Кенхэме и Би Ди Юл я бы хотела сказать несколько слов. Хэммише Кенхэм был выдающимся одаренным детским психотерапевтом. Своей клинической работой с тяжело нарушенными детьми, ролью педагога в Тавистоке и Портмане, оригинальностью своих исследований, он унес ценный вклад в развитие нашей профессии. Его любовь к литературе, керамике и изобразительному искусству оставалась важной на протяжении всей его жизни. Вместе с поэтом Кэролса Мутьярди он редактировал книгу о психоанализе и поэзии «Знакомство с ночью. Психоанализ и поэтическое воображение». Его глава О Хэммише Кенхэм, чье стихотворение здесь будет приведено, в Нобелевском лауреате, который получил премию с формулировкой «За лирическую красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни и оживающее прошлое», является исключительным примером психоаналитической литературной критики. Би Ди Юл много лет работала учителем в обычных школах и в специальных образовательных учреждениях. Позже, став детским психотерапевтом, Би Ди работала в командах клиники Тависток и Портман. Она всегда проявляла особый интерес к преподаванию и обучению. Будучи приверженной детской и подростковой психотерапии как модели лечения, Би Ди всегда была особенно заинтересована в применении психоаналитического мышления для работы вне клинических условиях, и многие из ее публикаций отражают это. Ссылаясь на самые ранние работы Мелани Кляйн, которые были посвящены трудностям детей в школе в обучении, чтении и письме, Кентхен говорит, что психотерапевтов всегда интересовали проблемой и сложности в обучении и мышлении, как способности мыслить, размышлять о себе и учиться на опыте, имеет решающее значение для развития личности и для эффективного использования в психоаналитическом лечении. В своей работе «Вклад в теорию интеллектуального торможения» Кляйн предположила, что каждый ребенок рождается с желанием узнать о мире, и она назвала это эпистемофильным инстинктом. На самых ранних этапах жизни, по ее мнению, это любопытство сосредоточено на матери и на том, что происходит внутри нее. Со временем сфера любопытства ребенка расширяется и охватывает других членов семьи, а также характер и качество отношений между этими людьми и матерью. Этот первоначальный интерес к близким членам семьи постепенно обращается к более широкому миру и является основой для желания учиться. Эпистемофильный инстинкт содержит в себе конфликт с самого начала. Детям и взрослым может не нравиться то, что они узнают или уже знают с рождения. Это борьба длиною в жизни, с которой мы все сталкиваемся. Что мы готовы терпеть, чтобы научиться и узнать? Напряжение между желанием узнать и желанием не знать правду. Проблема существует в основе обучения. Новое знание или принятие того, что мы уже знаем как истину в глубине души, часто вызывает гневное сопротивление. Как пишет Бриттон, оно, знание, вызывает нашу враждебность, угрожает нашей безопасности, оспаривает наши претензии на все знания, показывает наше невежество и чувство беспомощности и высвобождает нашу скрытую ненависть ко всему новому и чужому. Дальнейшие рассуждения Генхэма приводят его к идеям Роджера Манникерла. В своих работах «Когнитивное развитие и цель психоанализа» он утверждает, что существует три ключевых факта жизни и что их принятие или отрицание усиливает или ослабляет нашу способность к обучению. Первым из этих фактов жизни является то, что он называет признанием груди в высшей степени хорошим объектом. Это его способ выразить тот факт, что, будучи младенцами, мы полностью зависим в плане выживания от того, что за нами кто-то ухаживает, как правило, нашей матери. Без заботы и внимания со стороны другого человека ребенок очень скоро умрет. В школе мы часто можем наблюдать последствия этого явления. Дети, которые не могут смириться с тем, что их выживание зависит от кого-то вне их самих, скорее всего столкнутся с проблемами в плане принятия того, что им нужна помощь учителя, чтобы учиться. Они могут представить в классе как дети, которые не могут учиться, потому что они уже все знают, или которые тайно воспринимают то, что, говорит учитель, не понимая, откуда идет обучение. Что же происходит с детьми на пути познания этой зависимости и потребности в другом? Грудь никогда не бывает только хорошей или только плохой. Она содержит в себе все, в чем нуждается малыш. Садистические атаки, которые младенец совершает на грудь, очень во многом детерминированы завистью и жадностью. Клайн пишет. Ранее отношение младенца с матерью помогает ему преодолеть конфликт, с которым он сражается, совершая попытки избавиться от деструктивных импульсов и персекуторной тревоги. Отсутствие конфликта у младенца, если это гипотетическое состояние можно представить, лишает его возможности обогащения собственной личности и важного фактора в усилении эго, поскольку конфликт и потребность его преодоления – это фундаментальные элементы творчества, пишет Клайн. Беде Юэл указывает, что тревога, вызванная жадными нападками на материнскую грудь, а позже на детей внутри нее, как и на пенис отца, может быть существенно ослаблена с внедрением хорошего поддерживающего опыта, при котором приходит формирование хороших внутренних объектов. Хотя представление о хорошем внутреннем объекте отличается в некоторых важных деталях, оно имеет много общего с понятиями жизнестойкости, надежной привязанности, сильного чувства идентичности и самооценки. Оно предполагает, что существует прочное ядро личности, что ребенок развивает внутренние ресурсы, к которым он может обратиться в будущем, столкнувшись с проблемами. И Кляйн и Бион писали о том, как отсутствие подобного опыта делает младенца увязвимым для чувства примитивной тревоги, которую Эстер Биг называет катастрофической тревогой тупика, падения сквозь пространство, разжижения, вытекания жизни. Юл приводит отрывок из наблюдения за маленьким ребенком, который может проиллюстрировать некоторые из приведенных выше соображений. Отрывок написан студентом, который проходил курс психоаналитического наблюдения в клинике Тевисток. На момент наблюдения Лорен было четыре недели. У нее было трое старших братьев и сестер, семья только что вернулась со школьной прогулки вечером. Старший брат Лорен, Уильям, 10 лет, держал ее на руках, пока их мать быстро отнесла покупки на кухню и начала готовить ужин. Уильям сел на диван с младшей сестрой на руках. Он постарался положить ее на спину, чтобы она лежала, вытянувшись у него на коленях, как обычно делала его мать. Лорен взглянула в лицо Уильяма и, казалось, успокоилась. Через мгновение лицо Лорен сморщилось, и она разразилась тоненьким плачем. Она начала краснеть, а Уильям встревожился. Он поднял ребенка, положил ее на плечо. Лорен это понравилось еще меньше. Она начала хныкать. Ее ножки были вывернуты и прижаты к груди брата. Лицо начало искажаться от явного дискомфорта. Уильям уложил ее на спину, на диван и попытался заговорить с ней, но вскоре растерялся и позвал мать. Словно уловив нарастающую панику в голосе Уильяма, Лорен издала пронзительный крик. Ее тело напряглось, сжатые кулачки тряслись, а ноги судорожно били по воздуху. Вошла мать и взяла ее на руки, поблагодарив Уильяма и сказав, что Лорен устал, и она ее уложит. Я, наблюдатель, последовал за ней. Мать говорила спокойным голосом. Она сказала, что Лорен лучше отдохнуть в гостиной, подальше от шумного телевизора. Лорен продолжала возмущенно кричать. И мать, вдохнув, сказала мне, что Лорен очень покладистая девочка. Но, видимо, она слишком много от нее ожидает. Она ходила взад-вперед, прижимая ее к плечу и нежно покачивая. Мне показалось, что мать выглядела измученной и гораздо более встревоженной, чем обычно. Однако, в конце концов, Лорен затихла. И когда мать укладывала ее в кроватку, она сочувственно сказала ей, что быть четвертым ребенком непросто. Мир не вращается вокруг тебя, и тебе приходится приспосабливаться. Она погладила ее по щекам и поцеловала в затылок. После чего укрыла ее одеялом и сказала, что теперь она должна поспать. Она оставила ребенка и пошла на кухню. Лорен на мгновение затихла, но как только мама ушла, начала немного ворочаться. Когда ее мать заговорила со мной, Лорен широко открыла глаза и повернула голову в сторону кухни. Она начала извиваться и брыкаться, а затем начала хныкать. Ее лицо становилось красным, а хныкание переросло в полноценный плач. Мать позвала ее по имени и сказала, что сейчас придет. Затем подошла и взглянула на нее, сказав, что Лорен может просто успокоиться, если она оставит ее. Но почти сразу же добавила, что вряд ли это произойдет. Она взяла ее из кроватки и села, положив ее на колени так, чтобы было удобно смотреть на нее. Она говорила с ней успокаивающим голосом. Да, ты ведь этого хотела, не так ли? Немного тишины и покоя после напряженного дня. Ты просто хотела, чтобы тебя взяли на руки. Лорен сразу же замолчала и, казалось, смотрела ей в глаза, пока мать продолжала говорить с ней обо всем, что они делали в течение дня. Через несколько минут она предложила ей грудь. Она взяла ее и начала с энтузиазмом сосать. В этом коротком отрывке мы видим, как ребенок испытывает попеременно комфорт и дискомфорт, а мать пытается понять ее переживания и одновременно справиться со своими обычными заботами семейной жизни. Мы можем заметить, как дискомфорт ребенка воспринимается ее братом и как нарастает паника у них обоих до того, как вмешивается мать. Она благодарит Уильяма за его усилия, прежде чем полностью переключить свое внимание на малышку. Несомненно, некоторые люди бывают хорошими родителями, другие немного хуже, так же, как и дети. За одними легче ухаживать, чем за другими. Неудачи в отношениях контейнер-контейнируемые могут возникать по разным причинам. Бион, развивая свою теорию, предполагает, что когда мать не может переработать проекции своего ребенка, ребенок подвергается двойной дозе тревоги. Он испытывает ощущение, что его не понимают, и его проекции возвращаются к нему с дополнительной токсичностью, нагруженной сознательными или бессознательными дистрессом и фрустрацией его матери. Это случается время от времени в жизни каждого ребенка. Но, конечно, это бывает гораздо чаще в том случае, если ребенка изначально труднее успокаивать или кормить, или если мать чрезмерно тревожна или находится под давлением или в депрессии. Понятия контейнирования хороших внутренних объектов могут ввести в заблуждение, когда они трактуются как некий магический процесс, который предохраняет растущего ребенка от душевной боли или борьбы. Это не работает таким образом. Тревога – это неизбежная часть обучения и развития на протяжении всей жизни. На самом деле можно утверждать, что без определенной степени тревожности не может быть никакого обучения. По крайней мере, необходимо признать, что прежде чем обучение или познание может состояться, возникает состояние незнания с сопутствующей тревогой. Частью этого процесса признание того факта, что кто-то другой знает то, чего не знаем мы. При наличии чрезмерной зависти и отрицания зависимости, эта простая реальность может восприниматься как крайне преследующая. Сейчас я приведу пару виньеток, иллюстрирующих неудачные отношения с грудью, которые случились по совокупности причин. М. 10 лет. На приеме родителей, которые жалуются на проблемы с учебой, эпизоды воровства и общения с вымышленным другом. Мама рассказывала, что М. был очень беспокойным до полутора лет. Из-за сложности с грудным вскармливанием мама порой ненавидела сына. Он очень сильно сжимал грудь, говорит она, оказалось, что хочет откусить, рвал, а потом внезапно в шесть месяцев сам бросил грудь. М. никогда не боялся потерять маму. С детской площадки мог отправиться куда угодно. Родителям приходилось одевать его в яркую одежду, чтобы не потерять в толпе. Сейчас мальчик постоянно ворует еду в школьном буфете и магазинах. Что бы он ни делал, он оставался жадным и ненасытным младенцем, которому не удается до конца вычерпать грудь или, говоря другими словами, тотально ее интроицировать. В школе тоже не находятся объектов, которые могли бы накормить мальчика. Это все тупо, глупо, неинтересно, в кавычках по его словам. Грудь, которую он с такой жадностью пытался поглотить, не смогла выполнить свои контейнирующие функции. Принятие этого факта тесно связано с характером ребенка. Способлен ли он терпеть разочарование и с благодарностью принимать то, что ему дают? Или же он испытывает такую зависть к способности матери заботиться о нем, а затем к способностям и знаниям учителя, что атакует то, что ему предлагают? Такие дети или пациенты часто воруют знания и интерпретации в случаях, когда невероятно хочется иметь больше и больше, но зависть разрушает эту возможность. Тот факт, пишет Клайн, что зависть подрывает способность к удовлетворению, до некоторой степени объясняет, почему она столь упорна, поскольку именно удовлетворение и вызванная им благодарность смягчают деструктивные импульсы, зависть и жадность. Можно посмотреть на это с другой точки зрения. Жадность, зависть и персекуторная тревога, связанные друг с другом, неизбежно усиливают друг друга. Чувство вреда, причиненного завистью, сильная тревога, вызванная этим, и вследствие этого неуверенность в хорошем объекте, приводит в результате к возрастанию жадности и деструктивных импульсов. Другой пример. Моя пациентка рассказала мне о своем сыне, который был неутолим с самого рождения, не сходил с рук, был притязателен в еде и мало чему радовался. Можно только догадываться о особых причинах таких переживаний. Это была звездная семья, где второе поколение, пациентка и ее муж, завидовали и жаждали славы предков. Когда мальчику исполнилось пять лет, он решил научиться писать буквы. Он не знал, как это сделать, но любые попытки маме помочь пресекался истерикой. Мама была в недоумении, а парень в ярости и слезах. Я добавлю еще одну картинку взаимодействия той же пары в период, когда мальчику было только девять месяцев. Он только научился ходить и пытался залезть во все шкафы и ящики. Видя это, мать освободила нижние ящики тумбочки. Там не было ничего опасного или ценного. Относительно верхнего ящика, куда сложила провода, сказала малышу, нельзя. Нетрудно догадаться, что через несколько минут после исследования ящиков именно верхний вызвал большой интерес. Мама была непреклонна. Она решила дать понять сыну в девять месяцев, что такое можно и нельзя. Противостояние продолжалось несколько часов. Он издевался надо мной, восклицала мать. А ребенок, я думаю, рвал и кусал грудь, которая оказалась столь невосприимчивой, такой жадной. В школе, кстати, мальчик выказывал хорошие интеллектуальные способности при полном отсутствии интереса к чему бы то ни было и успехов никаких не добился. Второй факт жизни по Маннигерлу – это признание соития родителей как высшей степени созидательного акта. Таким образом, Маннигерл считает, что для психической жизни самым главным фактом являются отношения между родителями. Мелани Кляйн отмечала, что наша способность к познанию миру и самих себя варениться в том, как ребенок открывает для себя природу отношений между родителями, и что многие трудности в обучении в целом вытекают из трудностей с познанием эдиповой ситуации. Как грудь может восприниматься как кормящая саму себя и заставлять ребенка с жадностью с ней бороться, так и комбинированная родительская фигура полностью самодостаточна. Ей можно завидовать и хотеть похитить столь вожделенное удовольствие. Кенхам приводит в качестве примера стихотворения Шейму Сахини «Смерть натуралиста». К сожалению, я не нашла его в стихотворном переводе, только нам так пришлось его переводить. Которое можно воспринять как описание желания маленького мальчика узнать, как делают детей. И тонкой грани между обычным любопытством к тому, откуда берутся дети, и навязчивым интересом, который больше направлен на властвование и контроль. Итак, «Смерть натуралиста». Весь год длинная плотина томилась в сердце городка. Зеленый и тяжелый лен утопал, придавленный огромными камнями. День до дня он разбухал под палящим солнцем. Пузырьки воды нежно лопались над ними. Синие мухи сплели воздушную паутину из звуков и запахов. Там были стрекозы, пятнистые бабочки. Но прекраснее всего была теплая плотная слизь лягушачьей икры, которая росла, как сгустки слюней. Здесь, в тени берегов, я каждую весну наполнял горшочки этим желе из маленьких крупинок, чтобы разложить их на подоконниках дома, на полках в школе. И ждал, и наблюдал, как растут и толстеют эти маленькие точки, как они лопаются, превращаясь в проворных плавающих коловастиках. Мисс Уоллс рассказала нам, как папу-лягушку звали лягушкой быком, и как он квакал, и как мама-лягушка откладывала сотни маленьких яиц. И это была лягушачья икра. А еще по лягушкам можно было определить погоду. На солнце они были желтыми, а в дождь коричневыми. Однажды, в жаркий день, когда на полях в траве было много коровьего навоза, злые лягушки наводнили плотину. Я спрятался за живой изгородью. Раздавалось громкое кваканье, которого я не слышал прежде никогда. В воздухе стоял густой басистый хор. Толстобрюхие лягушки совокуплялись прямо на сплотине, на снопах льна. Их надутые шеи пульсировали, как паруса. Некоторые прыгали, они шлепались и плюхались. Слышны непристойные зловещие звуки. Некоторые сидели, готовые к прыжку к брезевым гранатам. Эти вонючие создания громко выпускали газы. Меня затошнило. Я отвернулся и побежал. Великие короли с Лизой собрались там, чтобы отомстить. И я знал, что если я протяну руку, то их отродье икра вцепится в нее. Мальчик в стихотворении, кажется, испугался того, что он сделал. Как он мог вторгнуться в родительскую связь, жадно забрав детей, маленьких головасиков. Похоже, он боится, что родители, лягушки, захотят атаковать его в ответ. Название стихотворения «Смерть натуралиста» говорит о том, что мир природы, в частности биология, как область изучения, в результате навязчивого вторжения, с которой он к ней подошел, потеряла для него интерес и стала чем-то, от чего нужно бежать. В жизни чаще происходит более тонкий уход от признания того факта, что у наших родителей были сексуальные отношения, из которых мы исключены. Широко распространенная фантазия многих взрослых детей о том, что они были усыновлены и на самом деле являются потерявшимися отпрысками королевских особ, это один из примеров. Вы понимаете, что уклонение от знаний этого факта может иметь последствия для обучения в классе. Наиболее очевидно, что трудности в изучении биологии могут корениться в этом, но также могут быть трудности и в других предметных областях, например, в математике. Доктор Хэмешкенхам демонстрирует подобный пример на одной из своих пациентов, Анне. Родители этой девочки вместе принимали участие в ее воспитании, но разошлись вскоре после рождения ее младшей сестры. Они по-прежнему близки и подумывают о том, чтобы сойтись снова. На сеанс, который я собираюсь описать впервые примерно за год, оба родителя вместе привели девочку. Обычно на сеансы девочку приводила мать, иногда отец. Анна входит в комнату и начинает рисовать лица на листе бумаги. Сначала она рисует свое лицо, потом мое, потом лицо своего отца, потом лицо своей сестры. Наконец, она рисует лицо своей матери. Она настолько далеко от отцовского, насколько это возможно изобразить на бумаге. И к тому же нарисована очень мелко. Все остальные лица нарисованы в пространстве между лицами ее матери и отца. Затем Анна рисует стрелки, связывающие все возможные отношения, кроме отношений между ее матерью и отцом. Я говорю с Анной о том, как ей трудно, оказывается, видеть, что ее мать и отец вместе. И оба привели ее сегодня на сеанс. Я указываю, что на самом деле она, кажется, не хочет, чтобы они были порознь. Так как она нарисовала их на противоположных сторонах бумаги. И они единственные лица, не соединенные стрелками. Затем Анна решает заняться математикой, которую она начала изучать в школе. Она берет лист, другой лист бумаги и выписывает для себя несколько сумм. 1 плюс 46 пишет ответ. 46. Следующая сумма. 10 плюс 18. Ответ. 18. Таким образом, мы видим, что Анне трудно видеть своих родителей вместе. Это означает, что у нее такие же трудности с математикой. Она видит только половину суммы. Соединить 1,46, 10 и 18 означает позволить ее родителям иметь отношения друг с другом и объединиться в ее сознании. В данном примере имеет место взаимодействие внешних и внутренних факторов, из-за которых Анне трудно воспринимать своих родителей как пару. В действительности они разделены, но в своем сознании она разделяет их еще больше. Третий и последний из жизненных фактов Маникерла – это признание неизбежности времени и в конечном счете смерти. Признание этого факта очень сильно связано с опытом отлучения от груди, как прототипа всех последующих потерь. Как отмечает Стайнер, оно связано с признанием того факта, что все хорошее должно заканчиваться. И именно тот факт, что доступ к груди не может продолжаться вечно, заставляет нас осознавать реальность его существования во внешнем мире. Беде Юэл отмечает, что давно признано, что человеку необходимы способы защиты от сильного воздействия примитивной тревоги. Не все способы защиты являются антиразвивающими или патологическими. Сейчас принято говорить о здоровом или необходимом расщеплении и о позитивном воздействии проективной идентификации. Защита от тревоги становится разрушительными силами в развитии обучения, когда они используются в чрезмерной степени, и когда остаются неосознаваемыми, недоступными для мышления и, следовательно, не поддаются коррекции. Юэл приводит три замечательных примера из практики наблюдения за маленькими детьми, которые служат иллюстрацией того, как у людей формируются различные приоритеты или силы защиты от тревоги. Внешняя картинка была схожей в каждом из наблюдений. Все дети были девочками и все столкнулись с проблемами, связанными с отлучением от груди. Во всех трех случаях отлучение от груди происходило в связи с тем, что матери возвращались на работу. Первая девочка Шарлотта реагировала агрессивно. Она выплевывала еду, кусала мать и пронзительно гневно кричала, когда к ней приближался отец. Ее семья была потрясена силой ее протеста. Вторая девочка Стефани, напротив, не выражала никакого протеста, но при этом сделала резкий скачок вперед в развитии. Казалось, что она и ее родители пришли к молчаливому согласию, что лучшим ответом на эту новую ситуацию будет сосредоточиться на освоении новых навыков. Бабушка и дедушка купили ей новые игрушки, и все взрослые присоединились к празднованию ее достижений. Можно сказать, что ей давали новую пищу, и она поглощала ее. Третья девочка Анжела отреагировала на это тем, что стала физически активной, почти постоянно находясь в движении. Она развела быстрое активное ползывание и передвигалась по квартире без остановки. Ее не останавливали ни падения, ни столкновения с мебелью. Эта физическая защита показалась наблюдателю способом ребенка справиться с необъяснимым исчезновением матери. Возможно, даже станет достаточно подвижным, чтобы отправиться за ней. Наблюдателю досадно было видеть, как отец Анжела поворачивал ребенка лицом к стене, чтобы мать могла выскользнуть из комнаты. В каждом из трех случаев можно утверждать, что внешние изменения, возвращение матери на работу и связанное с этим отлучением груди послужили толчком к развитию девочек. Три реакции были разными, но в пределах нормы. Интересно предположить, каков может быть стиль обучения этих трех девочек в школе и к каким способам защиты они будут прибегать перед лицом сильной тревоги. Будет ли Стефани продолжать поглощать новое обучение, и будет ли это происходить в ущерб другим аспектам развития. Будет ли Шарлотта бурно протестовать, когда жизнь покажется жестокой и несправедливой. И будет ли Анжела продолжать использовать физическую активность, чтобы сдерживать тревожные чувства в критической ситуации. Важно отметить, что эти наблюдения интересны, но не уникальны. Все младенцы и дети раннего возраста развивают способы управления своей тревогой, и признаки этих ранних механизмов, вероятно, сохраняются на более поздних стадиях развития, особенно в отношении проблем, связанных с классическим образованием. Однако важно подчеркнуть, что защитные структуры такого рода не являются неизменными. Они могут быть пересмотрены, скорректированы и подвергнуты изменениям под влиянием гибкого, чуткого родительского воспитания, а позднее под воздействием комбинирующего школьного опыта. Я не часто употребляю слово «жадность» в описании того, о чем я говорю, но мне кажется, что оно там имеется. Кляйн пишет о том, как некоторые люди пытаются справиться со своей неспособностью к обладанию хорошим объектом, происходящей из-за чрезмерной зависти и жадности, путем его идеализации. Первичная идеализация ненадежна, так как зависть и жадность, переживаемые к хорошему объекту, распространяются на его идеализированный аспект. То же самое справедливо и по отношению к идеализации последующих объектов, идентификации с ними, которые часто нестабильны и расплывчатой. Жадность – важный фактор расплывчатой идентификации, так как потребность брать лучшее отовсюду противоречит способности к выбору и развлечению. В зависти и жадность две сестры, которых можно отличить по качеству применяемых защит, но влияние их на жизнь человека очень зависит от степени и интенсивности проявления. Вениамин Каверин написал замечательную сказку. Вообще много сказок хороших написал, но вот одна из них – «Много хороших людей и один великий завистник». Рассказом об этом великом завистнике я бы хотела закончить свое выступление. Это началось давно. Два мальчика жили на одном дворе. У одного была черная гладкая маленькая голова, которую он любил втягивать в плечи, а у другого – русая на затылке вихор. Каждый день они купались в реке. Раз купались – значит ныряли. Однажды они держали пари. Кто дольше просидит под водой? Они глубоко вздохнули и одновременно опустились на дно. Раз, два, три – считали они. Четыре, пять, шесть. Сердце билось все сильнее. Ой, все медленнее. Семь, восемь, девять. Больше не было сил. Уф! И они вынырли на поверхность. Первой показалась маленькая гладкая черная голова, а уже потом русая с мокрым вихром на затылке. Черный мальчик проиграл пари. Потом они выросли. И все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. В конце концов он забрался так далеко, что орлы принесли ему золотую медаль. А мальчик с черной головой спускался по лестнице, бледнял от страха. Первый никогда не думал о себе. Он думал о тех, кого любил. И ему казалось, что это очень просто. А второй думал только о себе. Иногда ему даже хотелось подумать о других хоть день, хоть час. Но как он не злился, ничего не получалось. Потом мальчик с русой головой стал художником. И оказалось, что он умеет делать чудеса. По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса. Например, превращать людей в птиц и животных. Но кому были нужны эти чудеса? Он томился тоской, ведь все завистники всегда томятся и тоской. Он ломал руки, когда видел рыболов, спокойных сидящих с удочками над водой. Ему становилось тошно, когда он смотрел на юноша и девушек, которые, раскинув руки, ласточкой падали в воду. Он завидовал всем, кто был моложе его. У него не было друзей, он никого не любил, кроме дочки. Нельзя сказать, что великий завистник не лечился от зависти. Каждое воскресенье лекарь-аптекарь приносил ему капли. Не помогали. Иногда он боялся, что зависть пройдет, ведь кроме зависти у него в душе была только скука, а от скуки недолго и умереть. Иногда он принимался утешать себя. Ты хотел стать великим? И стал, говорил он тебе. Никто не завидует больше, чем ты. Ты великий завистник. Ты великий нежелатель добра никому. Но чем больше он думал о себе, тем чаще вспоминал он тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали раз, два, три. Тот день, когда он проиграл пари, и в сердце впервые проснулась зависть. Спасибо. Коллеги, у нас 20 минут еще до 40, чуть меньше. Если есть какие-то... Понятно, будет время для обсуждения в дискуссионных группах, будет общая дискуссия. Если есть желание уточнить у Маргариты и у Светланы какие-то моменты по докладу или попросить какого-то комментария, пока они здесь рядом с нами именно в данную минуту, вы можете это сделать. Поднимайте руку, микрофон вам подаст Глеб. У нас есть еще онлайн-участники на экране. Тоже Глеб, если заметит. Да, спасибо, Светлана. Вы допустили мысль, что зависть от жадности отличается защитами. Можете несколько слов об этом сказать? Это не я ее допустила, это ее допустила Клайн, и она описывала разные механизмы защиты. В случае зависти это проекция, в случае жадности – интроекция. То есть, когда я чего-то хочу, я пытаюсь это забрать себе любыми способами, а когда я кому-то завидую, я пытаюсь испортить его, помещая в него все самые ужасные аспекты, которые есть у меня. Спасибо. Здесь сразу как защита затронули интроекцию с проекцией, сразу хочется спросить про проективную идентификацию. Все-таки где будет больше ее работы – в зависти или в жадности? Я бы, знаете, я бы так вот как-то категорически не разделяла два этих феномена – зависть и жадность, потому что, мне кажется, они не существуют один без другого вообще в принципе. И проективная идентификация, она скорее будет зависеть от возможностей восприятия, воспринимающих свойств контейнирующего объекта. Вот насколько нужно в него вложить для того, чтобы добиться понимания, какого хотите – кормления, контейнирования, чего-то такого. То есть это, мне кажется, зависит от взаимоотношений между субъектом и контейнирующим объектом. У меня вопрос к первому докладчику. Я хотела бы спросить, как вы относитесь к коллекционированию как способу размещения жадности? Собственно говоря, я прекрасно отношусь к коллекционированию. Я считаю, что коллекционеры замечательным образом сублимируют многие вещи, в том числе и жадность. То есть сублимация вообще, по-моему, прекрасная защита. Почему нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклады, Маргарита, Светлана. Я хотел бы, может быть, узнать у вас, как вы концептуализируете инстинкты любовной, инстинкт смерти и вот этот эпистемофилический инстинкт. Как они у вас соотносятся к вашей внутренней такой теории, метопсихоаналитической теории? Спасибо. Кто первый? Маргарита? Леша, ты имеешь в виду, как соотносится инстинкт жизни и инстинкт познания, эпистемофильный инстинкт? Ты это имеешь в виду? Спасибо. Спасибо. Когда мы концептуализируем, размышляем, мы пытаемся уложить эти инстинкты в какие-то ряды, как коллекционеры психологических знаний. И в этом смысле можно представлять, что инстинкт смерти, либидо и эпистемофилический инстинкт – это три разных источника в нашей душе. Можно думать, что это один источник, который потом расслаивается, а можно еще как-то представлять себе. Есть ли у вас какие-то собственные метапсихоаналитические построения в этом смысле? У меня есть представления, которые основаны на моем личном жизненном опыте, на моем опыте работы с пациентами, со взрослыми, с детьми. Я считаю, что инстинкт познавательный, который дан человеку с рождения, о котором писала Клайн, Клайн вообще очень много дала нам того, с чем мы уже родились, что не нужно открывать заново. Я думаю, что на примере краткосрочной победы инстинкта смерти, который выражается в глубокой депрессии, можно наблюдать отсутствие какого-либо желания, интереса к чему бы то ни было. Соответственно, как только у нас эта депрессия отступает, мы можем сразу захотеть заинтересоваться, использовать там свои знания, приобрести новые знания и так далее. Поэтому для меня это источник, вот он один, это источник жизни. И если бы не было этого инстинкта эпистемофилического, то как-то очень сложно было бы по этой жизни продвигаться. Продвигаться прежде всего в познании себя, как я так могу себе представить, так и в приобретении чего-то от этой жизни в большом количестве с жадностью, в хорошем смысле этого слова, с жадностью, которую вот Светлана описала как переходящую, или как сказать, ну да, переходящую в аппетит. Да, вот есть аппетит к чему-то, к жизни, к знаниям, к любви, к всему такому. Слушаю Маргариту, ее вопрос. Извините, я позже. Я могу ответить, могу не отвечать, если хотите. Ну, я могу сказать коротко, то есть пытаясь себя как-то определить, разместить где-то, я могу сказать, что я отношусь к тем аналитикам, для которых все драйвы, все влечения – это проявление жизни. С моей точки зрения все живое и неживое подвержено энтропии. То есть живое, неживое разрушается. Противостоять энтропии какое-то время может только живое. То есть за счет влечений, за счет драйвов, за счет инстинктов. То есть все, что есть живого, противостоит энтропии. Поэтому для меня источник один – жизнь. Как у маленького, совершенно маленького младенца, да, то есть в психике присутствуют три эмоциональных модуля – удовольствие, гнев, страх. И эти три эмоциональных модуля дальше развиваются в всем многообразии чувств. И, соответственно, если в таком взгляде, да, на концептуализацию драйвов, в таком взгляде для меня то, что клинически проявляется как влечение к смерти, для меня это ослабление инстинкта жизни. То есть когда ослабляется влечение в жизни, когда человек устает, когда груз потерь слишком велик, он просто устает жить. То есть он не хочет умереть, он не хочет жить, он устает жить, у него нет сил жить. Ну, я вижу это так. Я хотела реплику, может быть, не вопрос. К докладу Маргариты и вопросу Алексея об эпистемифилическом инстинкте. Я подумала, что проективная идентификация оказывается такой первой попыткой примитивного мышления, когда в бессознательной фантазии есть бессознательная фантазия о проникновении другого, попытке понять, как он устроен. И вот такие у меня мысли были. То есть реактивная идентификация как первая примитивная попытка мыслить. Вот, наверное, реплика такая. Спасибо. Я хотела поблагодарить Светлану Викторовну. Очень зашел ваш доклад. Очень понравилось. И есть некоторые моменты, которые для меня как будто открытие. Действительно, про жадность не размышлялась. Действительно, наверное, это относилось к каким-то самым ранним моментам отношений именно мать-ребенок. И вот интересно, жадность на основе чего формируется жадность? Что она как будто является потребностью. И вот когда она как будто потребность, то удовлетворение этой потребности оправдывает все последующие, так скажем, преступления. Например, отвержение близких. Ну, вот что-то такое. То есть очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо обоим докладчикам. Но я хотела бы обратиться к Маргарите Нестеренко. Мне симпатично тоже описание фактов жизни. Я тоже всегда использую в обучении со студентами. И мне кажется, там не хватает еще парочку фактов, которые уже дополнены. Сейчас Гецмержель. Это различие полов и отрицание разницы поколений пациентами. Мне кажется, вчера было такое симпатичное представление театральное, которое иллюстрирует как раз-таки, ну, такое не символическое убийство отца, а реальное, да, как отказ прорабатывать эти факты жизни, да. И, собственно, как эти все факты жизни развиваются в 3D в процессе сепарации, индивидуации, да, собственно, и все остальные тоже проблематичны у нашего вчерашнего пациента. Ну, может быть, они не пропущены, эти факты, они просто расположены между этими тремя, потому что они, ну, как бы никуда не деваются, без них действительно невозможно думать, правда. Спасибо. Реплика по поводу эпистемофилического инстинкта. Я думаю, что это также как-то связано с понятием Биона про установление кейс-связи, да, связи знать, ну, связи с людьми, да, там. То есть я думаю, что это желание младенца, впоследствии желание любого человека совладать с хаосом, когда ребенок рождается, да, весь мир вокруг него – это хаос. И при помощи установления связи он как-то таким образом познает мир. То есть это тоже относится на стороне жизни, на стороне любви. И не зря в депрессии, когда мы разговариваем с нашими пациентами, мы слышим, у меня пропал интерес к жизни. То есть когда нет этого эпистемофилического инстинкта, хочется умереть. Спасибо. Коллеги, спасибо еще раз нашим докладчикам. Теперь время, собственно, пленарное закончилось. Через перерыв. Дискуссионные группы и общая дискуссия. Коллеги, ну маленькая ремарка про дискуссионные группы. Я не уточнил. Если у кого-то есть какие-то пересечения, мы старались все это учесть. Но обратитесь к Алексею Корюкину, он отрегулирует ситуацию. Спасибо. Спасибо.